То есть, братья и сестры, избранницей брата Марка Ряховских является член нашей церкви, сестра Людмила Антонюк. И они пожелали сегодня предстать перед церковью, чтобы быть объявленными как жених и невеста. По факту, они женихом и невестой являются с того момента, когда Марк сделал предложение и когда сестра Людмила дала согласие. Но сегодня они в церкви объявляются женихом и невестой. Их бракозачитание должно будет совершиться 27 июля. Скорее всего, это будет происходить в городе Сиэтл, поэтому кто будет приглашен на брак, планируйте поехать туда. Ну и скорее всего, что членами церкви они тоже будут в Сиэтле. Или пока они еще в поиске. Поэтому я и сказал, что событие это и радостное для нас. Радости, конечно, гораздо больше. Но почему присутствует немножко грусть? Потому что Марк намерен Людмилу из нашей церкви забрать. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы она оставалась у нас и продолжала трудиться в нашей церкви. Поэтому, Марк, подумайте над этим серьезно, помолитесь и, возможно, вы решите быть в нашей церкви. Это было бы очень хорошим вариантом. Ну, а почему еще немножко грусти присутствует? Потому что ни отец Марка, ни его братья и сестры, никто сегодня, в этот день здесь присутствовать не могут. Нам нужно будет помолиться, чтобы Господь сделал так, чтобы им открыли визу и хотя бы на бракосочетание, чтобы они смогли приехать. Сегодня они не могут быть здесь, но хотелось бы, чтобы на брак они смогли приехать, чтобы они получили визы. Ну вот, с сегодняшнего дня они жених и невеста. Сейчас мы им предоставим возможность помолиться, попросить, чтобы Господь благословил подготовку к предстоящему браку и в последующем их семейную жизнь. Поэтому и Людмила, и Марк помолятся. И я хотел, чтобы Владимир Владимирович, отец Людмилы, тоже подошел сюда и чтобы тоже помолились. Пожалуйста, пройдите сюда. Братья и сестры, давайте встанем для молитвы.